В детской поликлинике номер 14 на входе нас встречают медсестры, главные виновницы сегодняшнего торжества. Все по правилам, с антисептиком и термометром. Просят надевать маски, обрабатывать руки. Любовь к Ропотову мы застали на рабочем месте, в офтальмологическом кабинете. В медицине женщина уже 15 лет. Говорит, всякое, конечно, бывало, но это действительно работа ее мечты. Работать вообще в медицине – мечта вообще моего детства. То есть я с детства уже думала о том, что я хочу помогать своим родственникам. Мне это очень нравилось, да и до сих пор я получаю огромное удовольствие от своей работы. Одел ребенку очки. О, я вижу! То есть это непередаваемые, в общем, ощущения. Детей, которым нужна помощь офтальмологов, пандемию меньше не стало, но приводят их родители сейчас, конечно, реже. К тому же врачи теперь вынуждены делать приличные интервалы между приемами. Но каждого ребенка Любовь встречает с улыбкой и особыми словами. Ведь дети – это всегда дети. К ним нужен особый подход. Итак, котеночек, давай посмотрим с тобой на картиночки. Сейчас мы с тобой спрячем левый глазик. У тебя там есть пластиночка. Вот так вот спрятали мы с тобой глазик и смотрим на картинки. Смотри, вот это вот что у нас такое? Работа медсестер с годами, конечно, стала лучше, отмечает Любовь. Современное оборудование облегчает работу и ускоряет осмотр детей. Настолько быстро, настолько вот все слажено. То есть, ну, мне тут очень нравится. Это, ну, когда есть аппаратура, есть с чем работать. Ну, это счастье. С самого основания поликлиники здесь работает Ольга Иванова. За плечами главной медсестры 44 года стажа. Но мыслей поменять профессию никогда не возникало. Я просто не представляю даже себя в какой-то другой должности, на каком-то другом месте. Тот, кто любит свою профессию, тому, наверное, не сложно. Я думаю так. Да, мы сейчас, когда идем на мазке, мы не привыкли к тому, что мы полностью экипированы. Медсестры. Очки, маски, костюмы, перчатки. И это налагает на медсестру, конечно, нагрузку. Но это оправдывается. На зарплату тоже не жалуются, хотя мы знаем, что это не самая оплачиваемая профессия. По словам Ольги, сейчас, когда весь мир живет по законам пандемии, главное для медсестер суметь переквалифицироваться и по необходимости отправиться из удобных и комфортных кабинетов на участки к пациентам, которые могут быть больны опасной инфекцией. Но это тоже их работа. Ее приходится делать ежедневно. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком.